Приветствую вас. В конфликтах, как правило, участие принимают два человека, и вы являетесь, собственно, одним из этих участников, одним из участников конфликта. Вот, соответственно, маму вы свое изменить, скорее всего, не сможете, что вполне логично, мне кажется. Но зато сможете изменить социальность, изменить свое поведение, по отношению в том числе к ней, и начать, к примеру, вести себя несколько по-другому. Вот, ну, например, 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 более, более ценностно относиться к самой, допустим, себе, более ценностно воспринимать, допустим, себя. Да. Вот. И так далее. То есть, необходимо выявить то, как конкретно вы участвуете в конфликтах с своей мамой, как и почему вы участвуете в конфликтах со своей мамой. И, соответственно, поисследовать эти моменты. То есть, как непосредственно вы вносите вклад в развитие конфликта. Чем вас, к примеру, задевает ваша мама, если она вас задевает, да? Да. Допустим. Вот. Это очень важные моменты, на которые, как мне кажется, вам имеет смысл обратить свое внимание. Потому что сейчас получается такая достаточно бессознательная история. Сейчас получается такой достаточно бессознательный момент. Вот. И, соответственно, ощущение, что конфликт вообще, как бы, ну, от вас не зависит совершенно. Вот. И, соответственно, в этом заключается суть проблематики. Что касается денег, то здесь ситуация такая, что, на мой взгляд, желательно разобраться с тем, ну, что вообще представляет из себя ваша проблема с деньгами. Вот. Потому что кто у кого просят деньги, не совсем понятно, да? Вот. Почему вы ссоритесь по поводу денег, непонятно тоже. Вот. И в чем, в чем здесь вообще конфликтность история ваша? Не ясно. Вот. Но это можно поиследовать. На самом деле, это можно изучить, это можно разобрать, и, в принципе, все будет более-менее очевидно. Вы говорите о том, что ваша мама не воспринимает вас всерьез, и у меня, соответственно, возникает вопрос, ну, примерно такого плана, да? Воспринимаете ли вы себя сами всерьез, да? То есть, вот, как непосредственно вы сами к себе относитесь, да? То есть, как вы относитесь к тому, например, что говорите, непосредственно вы? Вот. И нет ли у вас сомнений в том, что вы, например, говорите и делаете вы? Потому что зачастую, 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 это основная проблема, когда люди сами, вот, не слишком уверят в то, что, например, говорят. Вот. Или сами не уверены в себе, или сами, там, стыдятся себя, допустим, или что-то еще. Вот. То есть, очень важно разобрать этот момент, очень важно его поиследовать, чтобы вы не воспринимали своей мамы в этом плане всерьез. Вот. Смотрите. Конфликт означает, что вы воспринимаете свою маму как равную себе, но это не совсем верно, потому что вы, как более молодой человек, как более разумный человек, как более гибкий человек обладаете, ну, в некоторой степени неоспоримым, хочется верить, преимуществом. И, собственно, такое ощущение, что у вашей мамы получается вас задеть, получается вас задеть так, что вы вообще даже, ну, забываете о том, что у вас, в общем-то, есть серьезные, серьезные преимущества. У вас есть, вот, у вас есть липкое мышление, у вас есть быстрота впреждений, вот, у вас есть в какой-то степени современность, вашей позиции, вашей точки зрения, вот, и вот то, что я хочу вам сказать, то, что я хочу вам сказать, связано наверное вот в какой-то степени именно с этим. То есть, такое ощущение, да, что вы себя не чувствуете, вот, такое ощущение, что вы себя не ощущаете, такое ощущение, что вы не воспринимаете себя всерьез, такое ощущение, что вы в себе сомневаетесь. Ну а если это так, то нет ничего ничего удивительного в том, что сомневается вас и ваша мама. Вот. То есть, тут как бы все логично. Очень важно понять и другую, другую сторону данной ситуации, которая заключается в том, что вам получается вас чем-то задеть. Например. То есть, ваша мама своими действиями вызывает у вас некие негативные, например, эмоции, например, негативные впечатления, вот, негативные переживания. Вот. То есть, вы чувствуете себя задеты своей мамой. «Проблема ли это?» «Да, это проблема». «Серьезная ли это проблема?» «Да, это серьезная проблема». «Почему это серьезная проблема?» Ну, ответ здесь достаточно простой, потому что вас это вызывает. Вот. Вас это вызывает негативные переживания, негативные чувства. Вот. И, в общем-то, это очень тяжело вам перенесется. Плюс эта позиция, она получается, вот эти эмоции негативные, ну, они, эм, получается, эм, включаются, включаются в эм, то, что вы донесите свои мамы. Вот. По факту. По факту. Вот. Ну, опять же, опять же, на мой взгляд, эм, хорошего, хорошего, эм, ничего в этом нет. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Эм, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Сказать. Вот. Эм, в контексте вашей мамы. Также, эм, важно понимать следующее. Эм, что вы понимаете под налаживанием своих отношений, ну, под налаживанием отношений с мамой. Эм, потому что, эм, как бы, если, по налаживанию отношений с мамой, вы понимаете, к примеру, эм, ну, допустим, если под налаживанием отношений, эм, с мамой, вы понимаете, допустим, эм, ну, принятие эм, эй, эм, ну, в вашей позиции, да, вот, к примеру, то, ну, в общем, это, наверное, не, не, не совсем то, эм, куда вам, эм, ну, можно и нужно смотреть, вот. Потому что, эм, ваша мама позицию вашу, скорее всего, не примет, не примет. Эм, ну, это не связано с тем, что вы какая-то плохая или, там, с вами что-то не так, нет, это связано просто с тем, что, ну, она не изменит твоя позиция по отношению к вам просто. Вот, потому что, вот, и лучше, конечно, если вы это примете, лучше, конечно, если вы это, эм, признаете, да, и не будете, эм, там, понапрасну, условно говоря, мучить, там, допустим, себя или, или ее, к примеру, эм, вот. Хотя я, в общем, в общем и целом, эм, понимаю, что, ну, возможно, вам это сделать не так и просто. И, эм, просто потому что вас это вздевает, опять-таки. Эм, ну, тот факт, что вас это вздевает, эм, не о чем не говорит. То есть, тот факт, что вас это вздевает, эм, ни в коем случае не означает, эм, того, что эта ситуация должна измениться, например, ваша польза. Вот. Эм, мне показалось, кроме того, что есть некий такой, знаете, эм, момент, эм, какого-то такого, эм, ну, бунта, протеста, эм, против мамы. Вот. А ваши, то есть, вот, ну, возникло у меня такое ощущение. Я не утверждаю этого наверняка, конечно, конечно же. Вот. Но, тем не менее. Вот. Я думаю, лучше вам в этом направлении тоже, как следует, подумать, и лучше вам в этом направлении поисследовать, эм, тоже себя, потому что, как бы данный конфликт не был, эм, частью какого-то другого, более такого глубокого и более такого, такого глобального, эм, конфликта. Вот. А, ну, и, в целом, ваше отношение к, эм, деньгам, эм, я полагаю, эм, нужно поисследовать, вот, потому что, вполне вероятно, что отношение к деньгам, эм, ну, тоже играет достаточно, эм, серьезную такую роль, эм, для вас, ну, в вашей жизни. И, если это так, то, конечно, конечно, могут быть, эм, ну, конечно, могут быть трудности, эм, достаточно, эм, ну, достаточно периодные могут быть трудности. Вот. Поэтому это нужно поисследовать. Вот. Конечно, конечно, если вы этого хотите. Вот. То есть вот так вот, так вот, в той форме, да, в том формате, в каком вы сейчас задаете, вам помочь практически невозможно, потому что не совсем понятно, с чем, ну, вообще-то говоря, мы имеем дело. Вот. То есть что мы с чем имеем дело, какую проблему мы решаем. Вот. То есть да, помочь вам хочется. Вот. Но, пока что не совсем понятно, просто, что именно мы можем для вас сделать. Вот. Но, как бы, это не проблема. Вот. Если вы хотите решить свои сложности, вот, то все это решается достаточно легко. Обращайтесь к специалистам, да, обращайтесь к психологам, по поводу вот проблем, которые вас беспокоят и, собственно, все это будет решено. Вот. Таких проблем здесь не будет. Вот. вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Ну, вот на данный момент, по крайней мере, исходя, опять же, из тех данных, да, которые вы предоставили нам, исходя из той информации, которую вы предоставили нам. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что сейчас разрешится самым лучшим для вас образом, и вы сможете найти из нее выход. Kyung. Редактор субтитров А.Семкин